Доброе утро, дорогие друзья! Доброе. Ну, такой вопрос. Сколько? Сколько галочек, звездочек, автографов? Сколько галочек, я не знаю, как галочки, я их не меряю. А каких-то интересных мне моментов в ситуации, когда вот я... Ну, допустим, Стинг, он единичный. Ну, вот их не так много, на самом деле. Ну, хорошо. Сколько вот таких вот звезд прямо мирового масштаба? Мирового масштаба? Ну, пару десятков. Это кто? Ну, кто, кто? Стинг, Скорпионс, Оззи Осборн, Роксет. А только рок-н-ролльные, что ли? В основном. А первый шар. Первый шар тоже практически рок-н-ролльный. Он туда, да, он прям... А есть какая-то подготовка, то есть вы их как-то вычисляете, потом там жилет, в котором понапихано всяких разных способов обойти охрану, прорваться, диктофон... Каким образом происходит подготовка? Подготовка, ну, для себя я делаю хорошую фотку, чтобы можно было подписать, чтобы было приятно. Уже существующее, на которое можно... Да, да. Ну, вот у меня вот, смотри, есть автограф Стинга с фотографией и с автографом. Верх ногами я думала, что это Бегунов. Кстати, похоже на Бегунова, да. А ручка, есть тоже с собой какая-то ручка правильная там заготовленная? Есть, перманентный фломастер. Класс. Так, ну, а вот, кроме Стинга, кто еще сейчас у нас здесь на столе присутствует? Значит, я принес очень интересные штучки, посмотрите. У меня есть календарь с группой «Машина времени», который у меня старше на год подписанный. Ничего себе! У меня есть подарок от Джеймса Котта «Cascorpians», вот, открытка. Подарил мне вот такую открыточку. Да, кстати, вот, покажи сразу вместе, фотка с Клаусом Майном. Класс, супер. А у меня такой вопрос, а зачем? Зачем? Вот, смотри, вот с этого медиатора все у меня началось, держи. А медиаторы каким образом оказываются? Это же, я знаю, что музыканты любят выбрасывать в зал. Ну, вы кидывайте. Ну, пусть мне человек ответить на вопрос, Саша. Это надо же выскочить, подхватить. Я расскажу на твой вопрос, а потом на твой наоборот. Давай. Значит, вот этот медиатор, я был, специально ездил на группу «Санфотиан» в Петербург. И мне басист кидает, значит, медиатор. Я говорю, давай сюда. Он мне кинул, он прилетает в руку и отлетел. Его забирает охранник, такой, не знаю, не знаю. Не было, ничего не было. Вот, они приезжают в Екатеринбург и рассказывают ему эту ситуацию. Он пошарился по карманам, говорит, ладно, на тебе вместо того. Вот, вот это он. Ничего себе здорово. Так, а зачем? А зачем? А зачем? Вот это медиаторы Bloodhound Gang, басиста Эвилла Джареда. Вот, не знаю, меня протерло почему-то. В 2007 они приехали. Мне очень понравилось. То есть, это была моя любимая группа, одна из любимых. Вот, получилось очень интересное знакомство. То есть, он подошел, угостил этим и гермейстером и подарил медиатор. Юрий, подождите, вы не отвечаете на вопрос. А зачем вам это надо? Потому что очень интересно получилось. У меня на это проперло. То есть, с 2007 года вообще все это увлечение. Да, с 2007 года. Но я так понимаю, что не только автографами и медиаторами вы сыты. Есть еще исписанные, из колод, избитые, как правильно сказать? Изрисованные. Еще и татуировки автографы. Да, ну, посмотрите, значит, это Стинг, Папа Роуч, Прозавиль. Это татуировки? Да, и Клаус Майн. Собственно, вот с Клаусом. А все тело ими исписано? Почти. Можно меня долго раздевать, будет интересно. Дичьего сели. А обычные люди попадают в прицел вашего внимания? Чьи простых смертных? Есть ли надписи какие-то новые? У меня есть автограф моей мамы на спине. Мама моей. Я понял. Это прямо мощно. А мама не против? Никогда было вот такого увлечения? Не говорила, Юрий, сыночек, одумайся. Я подошел к ней с мамастером. Слушай, мама, подпиши спину. Она такая, ну, давай. Подписал спокойно. Скорпы вчера удалось посетить? Посетить, конечно, удалось. А автограф? А прорваться? Ну, я не прорывался, как правило. Мне Клаус Майн подписал руку, попросил об автографе. Он увидел и вспомнил. Он говорит, слушай, иди сюда. Я подошел, мы пообщались, сделали фотографию. Прорываться не столько нужно было. Кстати, очень трудно вот именно со скрапами, потому что это такого масштаба. И, ну, наверное, я один из малого количества людей, кому удалось вот именно с Паусом, допустим, сфотографироваться. С девушками помогает знакомиться, во-первых, количество набитых автографов, а во-вторых, вот это... Сразу, сразу говоришь девушкам, что такое увлечение. Говорить не знаю что, потому что это мое маленькое хобби. Помогает только то, что люблю всякие раздувы. И последний вопрос. Врёшь на первом свидании? Да, нет. Зачем усложнять свою жизнь, когда можно подойти и прямо сказать «да». Всё понятно. Юрий не врёт на первом свидании, не врёт на первом свидании со звёздами и смело добывает автографы, медиаторы, фотографии. Заканчиваем. Мы делаем зарядку сейчас, а потом будем продолжать нашу программу.